С итогами этого дня ознакомим и вас я, Лаура Жакупова, и моя коллега Виктория Антонишина. Добрый вечер, и прямо сейчас некоторые сообщения этого выпуска. Недетский бизнес. Пара из Алматы пыталась продать своего новорожденного ребенка. Во сколько оценили младенца? Утечка сведений. Как в Казахстане планируют бороться с пиратскими программами и утечкой персональных данных, расскажем. И отстают по графику. Реконструкция Тараусской трассы затянулась на целый год. В чем причина? И сейчас обо всем по порядку. План развития региона Алматинской области представил главе государства Аким региона. По словам Марата Султангазеева, реализовать намеченное планируют в два этапа до 2025 и 2030 годов. В планах рост инвестиций с 455 до 686,5 миллиардов тенге. А это 132 проекта. Их реализация создаст свыше 7 тысяч рабочих мест. Также предусмотрено проведение инженерной и социальной инфраструктуры, развитие обрабатывающего сектора, АПК, транспорта, логистики и туризма. На сегодня в регионе уже реализуются 23 проекта. В аграрной отрасли 78 проектов. Они охватили все районы области и создали еще свыше трех тысяч рабочих мест. В регионе также намечено строительство 38 медицинских объектов, в том числе многопрофильной больницы на 500 мест в областном центре. И будет решаться вопрос с трехсменными школами. В целом по области 54 таких школ имеются. Это больше, чем где-либо в других регионах в республике. За счет государственной программы 51 школа будет построена. Ну и давление на бюджет будет снижаться за счет привлечения частных инвесторов в рамках государственного частного партнерства. Отчитался перед президентом о развитии региона и Аким Североказахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, что там началась осенняя уборочная кампания. Среднее урожайность зерновых в этом году ожидается в пределах 16 центнеров с одного гектара. В регионе также строится 17 молочных ферм, 3 птицефабрики тепличного комплекса и маслоэктракционный завод. При этом производство молока в области увеличилось на 26%. В завершение встречи глава государства поручил в установленные сроки завершить уборочную кампанию и продолжить реализацию инвестпроектов. По строительству жилья мы видим темп роста за три года на 38%. По объему до конца года будет построено 401 тысяча квадратных метров жилья. Также президент очень внимательно выслушал информацию по реализации проекта. Это совместная деятельность нашего университета. Университета Аризона, Соединенных Штатов Америки. Этот проект состоялся и уже набран первый набор абитуриентов, которые будут обучаться по международной программе штата Аризоны. Сегодня также в Акурде на заседании Совета безопасности президент обсудил вопросы производства и закупок, вооружения, а также экспортного контроля в оборонной сфере. Президент заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускинбаева и министра обороны Руслана Жексылыкова. По итогам заседания глава государства дал соответствующее поручение государственным органам. В продолжение темы безопасности уже информационной в Казахстане могут стать обязательными услуги так называемых белых хакеров. Об этом говорится в проекте концепция развития цифровой экосистемы на ближайшие пять лет. Он опубликован на сайте открытой НПА. Министерство цифрового развития в пилотном режиме запустило частную платформу Бакбаунти. На этой площадке зарегистрированы независимые эксперты кибербезопасности, от которых уже пришло свыше 1200 отчетов с сообщениями об уязвимостях. Некоторые из них имеют критический уровень, в частности доступ к управлению системой водоснабжения города Нур-Султана, уязвимости электронного правительства и возможная утечка 7 миллионов медицинских и банковских данных казахстанцев в нескольких крупных банках страны. Кроме того, в документе отмечается, что более 70% используемого в Казахстане программного обеспечения является пиратским, то есть нелицензионным. В последнее время также участили жалобы от граждан на незаконные публикации персональных данных различными интернет-ресурсами. К слову, Минцифра разработала поправки по усилению ответственности за такое правонарушение. Ведомство считает наказание в виде двухмесячного срока недостаточным. Общественные обсуждения проекта концепции продлятся до 5 сентября. Между тем, финансирование сферы информационно-коммуникационных технологий в нашей стране все еще невысокое. По данным Бюро нацстатистики, за последние три года вроде бы и наблюдается увеличение затрат в этом секторе, но их доля в ВВП страны остается примерно на одном уровне и не превышает даже половины процента. Если же сравнивать с некоторыми другими азиатскими странами с развитой экономикой, то положение выглядит и вовсе удручающим. К примеру, в Сингапуре доля экспорта товаров в секторе ИКТ от общего объема экспорта выше 33%. В Южной Корее 29%, в Китае 27%, а в Казахстане 0,1%. Жители пяти сельских округов Аяговского района области Абай по-прежнему живут без интернета. У многих и вовсе отсутствует мобильная связь. Тяжелее всего приходится госслужащим и медикам, чья работа напрямую связана с передачей электронных данных. В районном Акимате заверяют, что проектно-сметная документация на установку антенна мачтовых сооружений в разработке. При благоприятном прогнозе интернет в селах появится в будущем году. Асим Утешева продолжит. Будущий геолог Ильяс Ашгужинов в село Тарабагатай приехал на практику. Однако при сдаче ежедневного отчета студент столкнулся с неожиданными трудностями. В ауле нет интернета. Нам требуется отправить отчеты в Алмату для достоверности информации. Мы этого делать не можем, так как интернета здесь не имеется. А также с родными и близкими связаться очень сложно. Сложно связаться с внешним миром и работником госструктур. Жанар Мустафина работает медсестрой и вынуждена обращаться за помощью городским коллегам, чтобы отправить направление к врачу. Данные отправляем с большим трудом. Чаще звоним коллегам в город, просим оформить больного на прием к хирургу или на рентген. Никаких сил уже нет так работать. Единственное место, где сельчане находят интернет – это местный Акимат. Во всём ауле только здесь, благодаря самодельной вышке и старенькому модему, люди, хоть и с перебоями, подключаются к всемирной паутине. Из-за слабого интернета люди, не дожидаясь окончания операции, уходят. Сегодня, допустим, у нас началась выдача пенсий. На обслуживание только одного клиента уходит больше получаса. Мы несколько раз обращались в районный Акимат и операторам сотовой связи с просьбой решить эту проблему. Село необходимо установить вышку. Наш единственный модем не справляется с нагрузкой. Отмечу всего. В Аягозском районе без интернета проживают жители пяти сельских округов. Нашим отделом проводится разработка проектно-смертной документации по строительству антеннно-мачетных сооружений данных сельских округов. Стоимость одной из антеннно-мачетных сооружений варьируется от 70 до 80 миллионов тенге. На строительство антеннно-мачетных сооружений будем спрашивать у Министерства сфоро-развития. А пока государство будет выискивать финансы на реализацию этого проекта, жителям села Тарбогатай придется довольствоваться интернетом в Акимате, да и то только в будни. Асимутешева, берег Жобалайлы, область Абай, итоги дня. В Алматы пресечена попытка продажи новорожденного ребенка. В минувшие выходные сотрудники городского департамента полиции провели спецоперацию в одном из спальных городских районов, во время которой задержали семерых человек. Это три пары, одна из которых выступала в качестве продавца своей новорожденной дочери. Вторая пара пыталась купить ребенком. Третья и еще один фигурант, это уже посредники сделки. В момент задержания у них на руках находились еще двое малышей, предположительно трех и семи месяцев. Подозреваемые утверждали, что это их родные дети, но подтвердить свои слова документами не смогли, ссылаясь на то, что не успели их получить. По данным прокуратуры Алматы, злоумышленники оценивали детей от полумиллиона до трех миллионов тенге. Кроме того, в деле фигурируют сотрудники родильных домов и одного из ЗАГСов, которые занимались незаконным изготовлением документов. Таким образом, речь может идти уже об организованной преступной группе, деятельность которой была пресечена. За подобного рода преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9, от 9 до 12 лет с конфискации имущества. Все трое малышей были бригадой скорой помощи, доставлены в одно из медицинских учреждений города для медицинского обследования и оказания медпомощи. А подозреваемые были задержаны и водворены в изоляторе временного содержания. Стоит отметить, что седьмым фигурантом по уголовному делу проходит женщина, 56-летняя, которая отвечала за изготовление документов по рождению детей. В данном случае этого ребенка. Сколько раз фигурантам удалось провернуть такие сделки преступные, мы непременно установим. Уголовное дело расследуется по статье «Торговля несовершеннолетними», это статья 135 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Вопрос трехсменных и аварийных школ во всех регионах страны будет решен до 2025 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Яралы Тукжанов. Он сегодня посетил город Косши, который находится в нескольких километрах от столицы. Там проблема с трехсменкой будет решена уже в следующем году. И возводят там две государственные школы, одну за счет частных инвестиций. Напомню, население Косши за 10 лет выросло практически в 10 раз. И это вызвало острую нехватку школ. Также на встрече вице-премьер рассказал о разработке единого стандарта для строительства школ. У нас там каждая область разрабатывает, было, что разрабатывали сами, значит, проектно-симентную документацию, потом строительство, поэтому получилось разные стоимости проектно-симентной документации, и получилось как бы в одной стране разные цены на одно количество ученических мест. То есть, поэтому эта тема на поездке дня, и с этим сейчас идет единая разработка стандартов на весь Казахстан. По Казахстану до 2025 года, значит, закрытие всех трехсменных и аварийных школ заложено. Проблему роста числа трехсменных и аварийных школ обсудили сегодня и в партии Аманат. Сегодня в стране около 150 учреждений среднего образования работают в три смены. Более 30 нуждаются в срочном ремонте. Одна из причин, по словам партийцев, региональное управление образования планирует строительство без учета миграционных и демографических процессов. Вместе с тем, есть и проблема срыва сроков капитального ремонта школ в 12 регионах. Особенно много таких объектов образования на западе нашей страны, в Туркестанской области и также городах Алматы и Атырау. Ориентировочно в этих школах ремонт продлится до конца года. В этой связи акиматами в целях организации обучения определяются места проведения занятий для школьников. Где бы мы ни были, везде строится школа на 200 или 300 мест. И они сразу становятся трехсменными. Так как своевременно не проводятся эксперто-аналитические исследования. Министерству нациоэкономики при планировании общего бюджета стоимости школ следует в первую очередь учитывать, куда идет миграция и где наибольший демографический рост. И только потом выделять средства. Каждый казахстанец может внести свои предложения в новую политическую платформу Аманат. По словам председателя партии Ирлана Кушанова, работа по ее разработке ведется с апреля этого года в формате «Слышащей партии». В частности, будет организовано публичное обсуждение документа. В том числе проведены экспертные встречи и совещания в регионах. Обсуждение будет организовано и на диалоговой площадке «Толклау» с участием специалистов, блогеров и общественников. Ну и итоговый вариант проекта партийцы обсудят на республиканской конференции осенью этого года. Наша партия должна принимать самое активное участие в построении нового Казахстана. Будет поддержка реформ президента. Для этого необходимо пересмотреть политическую платформу Аманат. Она должна дать новые ценностные ориентиры для партийцев, повысить их гражданскую активность по защите интересов населения. Нам надо, чтобы каждый партиец не просто знал нашу политическую платформу, а руководствовался ими в своей каждодневной работе. Продолжаются поездки парламентариев по регионам. Депутат Можелиса Ирина Смирнова сегодня посетила Центр соцуслуг «Алатау» в Алматы. Это специализированное медучреждение открыто было в августе прошлого года. Там проходят социальную реабилитацию люди, страдающие тяжелыми психоневрологическими заболеваниями. Сейчас в Центре проживают 153 пациента. Они все получают профессиональный уход и медицинские услуги. Также специалисты Центра решают юридические вопросы, связанные с их подопечными. Особенность содержания опекаемых лиц в Центре Алатау – это условия, приближенные к домашним. Как отметила депутат Можелиса, такие реабилитационные центры – это новый подход в социальной адаптации тяжелобольных людей, которых государство должно всесторонне поддерживать. «В данном центре все услуги оказываются за счет государства. И это очень ценно, что никто из этих людей, которые находятся здесь, этих родственников, не доплачивает. То есть государство полностью взяло опеку над теми людьми, которые нуждаются в поддержке. Что на сегодняшний день проблемно? Проблемно в том, что финансирование само по себе очень раздроблено. На наш взгляд, кажется, надо все это собрать и сделать, как в учебных заведениях, подушевое финансирование. Получается, что пособия, которые выделяет государство, питание, лекарства, одежда, значит, и так далее, все раздроблено, все надо разыгрывать через госзакупки. Это очень много времени, очень много возможностей, очень много нужно человеческих ресурсов и так далее, и так далее. При этом заработная плата госзакупщиков в всяких центрах составляет всего 100 тысяч тенге. Юриста 100 тысяч тенге, этих людей практически сюда не пригласишь. Ну и к другим темам стала известна причина снижения экспорта казахстанской нефти через КТК. Каспийский трубопроводный консорциум объяснил это обнаружением трещин. По информации консорциума, погрузочные операции на морском терминале временно производятся только через одно выносное причальное устройство. В связи с этим заявки грузоотправителей выполняются в сниженных объемах. КТК отмечает, что вероятно трещины произошли из-за сложных гидрометеоусловий. Угрозы населению, флоре и фауне Черного моря отсутствуют, а вот герметичность оборудования сохранена, говорится в сообщении. Дифференцированные цены на дизельное топливо установлены в нашей стране. Сегодня вступил в силу приказ Минэнерго об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов. И вот согласно приказу в Костанайской и Североказахстанской областях цены на бензин марки АИ-92 составляют 187 тенге за литр, в других регионах 182 тенге. И также установлен лимит на дизельное топливо при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане в объеме до 100 литров в день по цене 230 и 260 тенге за литр в зависимости от региона. А для грузовых авто и автобусов утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге. И вот остальным категориям лица, также свыше указанных лимитов, дизтопливо будет отпускаться по 450 тенге. В Атаравской области из-за дефицита материалов отстает от графика строительства дорог. Большая задержка наблюдается на трассе между селами Балакши и Зарослым. Реконструкция этого участка началась в прошлом году. В июне произошел сбой в поставках инертных материалов. Теперь не хватает битума, потому что стоит на капитальном ремонте битумный завод в Павлодаре. И вот когда завершится строительство второй половины дороги протяженностью почти 6 километров, неизвестно. Отметим, что в этом году в городе Атырау и прилегающих к нему населенных пунктах отремонтировано было свыше 60 километров путепроводов. Некоторые из них были полностью реконструированы. На сегодняшний день почти на трех километрах участка Балакши-Зарослый уложено асфальтное покрытие. Работы продолжаются. Был дефицит инертных материалов. Однако этот вопрос в настоящее время решен. Подрядчику дано поручение до конца текущего года полностью завершить объект и сдать в эксплуатацию. Железнодорожники призывают соотечественников быть бдительными, находясь вблизи путей и поездов. Главная причина несчастных случаев – это грубые нарушения правил перехода через рельсы. Только с начала года на территории Алматинского отделения грузоперевозок локомотивными бригадами совершено 110 экстренных торможений. Но, к сожалению, не удалось избежать пяти случаев наезда на человека со смертельным исходом. Об этом рассказали сегодня на онлайн-конференции в Алматы представители ЖД-предприятия. Специалисты говорят, в последнее время также участились случаи, когда дети бегают по крышам вагонов, чтобы сделать селфи, и попадают под высоковольтные провода. Они часто перебегают дорогу в неположенном месте. При этом скорость некоторых поездов достигает 140 км в час. И остановить их непросто. Грузовые поезда следуют на отдельных участках до 110 км в час. Формируются весом, превышающим 7 тысяч тонн. И при подобных показателях, в случае обнаружения локомотивной бригады препятствия на пути и применения экстренного торможения, в составу, в зависимости от профиля пути, веса, скорости движения установленной, понадобится расстояние не менее 500 метров, а иногда, в отдельном случае, и больше 1 км. Касым Жумар Тукаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Таипу Эрдуану в связи с крупными дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантепа, которые привели к многочисленным жертвам и пострадавшим. Крупное ДТП произошло и в России, в котором погибли 16 человек. 14 из них – это граждане Кыргызстана. В Кыргызской республике 23 августа объявлен днем траура. Президент нашей страны также направил соболезнования в связи с этой трагедией и о других событиях в мире в наш международный дайджест. Южная Корея и Соединенные Штаты начали масштабные совместные военные учения «Щит свободы Ульчи». Он включает в себя отработку действий на случай непредвиденных обстоятельств. В частности, предусмотрено отражение атак Северной Кореи и защиты района Большого Сеула. СМИ отмечают учения, которые продлятся чуть более недели, и могут вызвать резкую негативную реакцию Пхеньяна. И в связи с этим в Сеуле и Вашингтоне сохраняют бдительность. Обеспокоенность в связи с их проведением пока выразил только Пекин. Инфляция в Германии может превысить 10% уже этой осенью. Такой прогноз сделал глава Центробанка ФРГ. При этом президент Бундесбанка подчеркнул, что проблема инфляции останется актуальной в следующем году. А при дальнейшем ухудшении экономической обстановки возможна рецессия. Напомню, в июле уровень инфляции достиг 8,5%. При этом цены на энергоносители выросли на 30%. На это повлиял ряд факторов, в том числе пандемия, ограничение поставок газа из России. Между тем, цена на газ в Европе превысила 3000 долларов за 1000 кубов. Превысь сначала с марта. Рост цены на газ произошел на фоне сообщения о новом ремонте на магистрали «Северный поток». Напомню, в прошлую пятницу «Газпром» сообщил, что работу газопровода «Северный поток» приостановят на три дня для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата. Сотни жителей вынуждены покинули свои дома на юге Пакистана. Там сезонные дожди спровоцировали наводнения. Напомню, в середине июля на страну обрушились ежегодные проливные дожди. Всего за несколько недель выпало здесь более 60% месячной нормы осадков. 600 человек погибли, 9 тысяч домов оказались разрушены. Власть отмечает, что наводнения такого масштаба в стране не было уже 30 лет. А в Индии за последние три дня в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 50 человек. Наиболее пострадавшие от стихийного бедствия – это 4 района штата Химачал-Прадеш. Там перекрыли 700 автомагистралей. Проливные дожди привели к перебоям в подаче электроэнергии и работе водопровода. Тысячи людей вынуждены покинули свои дома. Продолжаем рассказывать о том, что происходит в нашей стране. Группа исследователей отправилась по местам жизни и деятельности великого просветителя казахского народа Ахмета Байтурсынова. Научная экспедиция выехала из Костаная и держит путь в Медокаринский район. Цель – восполнить пробелы в биографии народного учителя, а именно собрать больше информации о школах и классах, в которых работал Байтурсынов. Для этого ученые посетят несколько сел, встретятся с местными старожилами, историками и знатоками края. Итоги экспедиции подведем в школе имени Алтнсарина. Там когда-то были педагогические классы. В них готовили учителей для сельской местности. В них преподавал и Байтурсынов. Мы хотим обратить внимание именно на этот период жизни народного просветителя. Картины на тыквах создает алматинская художница Умит Жубанышева. Они разных форм и размеров. И любая миниатюра на этих представителях бахчевых культур – целый сюжет. Умит использует этот материал уже 40 лет. И сейчас у него собралась большая коллекция тыквенных произведений. «Сизм. Чувство» – это одна из последних работ, которые создала Умит в этом году. Юную пару окутала мирная тишина. Рядом тазы – казахская борзая. Степные предки эту породу собак называли сокровищем вселенной. Форма тыквы позволяет рассматривать композицию вкруговую. И от того картина получается без конца и без краю. Работать с тыквой художница начала еще 40 лет назад. Ну, я до тыквы работала на дереве, на холсте, на картоне. Но потом как-то я увидела, во дворе ребята играются в футбол. И у них не мяч, а какое-то круглое, бесформенное растение. И я подобрала, начала на нем куашу в водяной окраске сначала попробовала. Она, оказывается, не держится. И вот масляный попробовала. Она прям идеально ложится. И еще там фона особо придумывать не приходится. Кое-где я какие-то делала красками поправки. А в основном, видите, вот этот подсолнок вообще – это собственное природное пятно. Видите? Поэтому я влюбилась в этот материал. Тыкву умит привозят из родных краев к изларды. Сушит ее, очищает, так подготавливает к новым работам. Сейчас у нее в коллекции около 70 таких картин. Вот этой работой около 35 лет уже. Она не портится, главное. Вот масло я протираю иногда. Не жухнет, не жильтеет. Эта работа вот называется «Аржа газа». Это ее на Козелопе. Я же с Козелопе, из села же. Мы вот там с детьми играли. Наши матери стирали, стиркой занимались. Это выходные дни. Мы игрались вот так. Вот она больше 40 лет. Вот этой работы. У Меджибанышева из своей маленькой квартиры сделала целую мастерскую с экспозиционным залом. Ее оригинальные работы везде. На стульях, диванах, стенах. А теперь у художницы новое увлечение. Она создает детские мультфильмы. И уже есть успехи. И помогает ей в этом дочь Маржан. Индира Розалинова, Радик Жакупов. Итоги Дня Алматы. Завершающая информация. Новый спортивный центр открыли в Сарканском районе области Житусу. 10 миллионов тенге выделил фон Казахстан-Халкана. На эти деньги приобретены были спортивные снаряды. В Черкасске спортивных объектов не было на тренировке. Дети ходили в соседнее село. Новый центр стал для молодежи настоящим событием. Здесь можно заниматься боксом, борьбой. Есть даже секция горного туризма. Мы с ребятами думаем, каким видом спорта заняться. Мечтаем, конечно, стать боксерами. Начнем тренироваться. А в самом Саркане открылся новый стадион. Здесь будут проводиться уроки физкультуры школы имени Островского. На новеньком поле состоялся и первый футбольный матч. Товарищеская встреча школьных команд. В области запланирована сдача трех объектов. Это два спортивных комплекса в Памфиловском районе. В декабре завершится строительство спорткомплекса в селе Бесколь в Волокольском районе. Ведется строительство комплексов на 180 мест в селах Досток и Лепсо. Строительство еще трех новых объектов запланировано на следующий год. Таким образом, для населения всех районов области будет создана возможность для занятий спортом. Ботогос Базарбаева, Куан Штургенбаев, область Жит-Ису. Итоги дня. Итоги понедельника подошли к концу. Благодарим вас за внимание. Доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин